инстаграм готов пожалуйста youtube лучше переходить там интереснее вам будет что у нас на дне колоды на дне колоду у нас вот что так напомните мне кто в инстаграм в ю-тубе либо до в ю-тубе какой сегодня эфир название эфира название эфира сильно вернуть его или как там называется то как же название то сегодня вернуть его то есть спасибо большое нато вернуть его это здесь ну как сами уж понимаете что без обряда никуда поэтому сидим ждем когда я настрою собираемся все вы почку эфир начнется ровно как запланировали эфир называется вернуть его какие методы что можно предпринять что можно сделать чтобы максимально этого мужчину вернуть к себе обратно мы на эту тему сейчас будем разговаривать и вообще можно ли делать обряды на возвращение этого мужчину либо пусть идет другой почему нет вернуть его хитрые такие сначала потеряли сначала его прогнали а потом вернуть его бывает бывает такое ошиблись бывают и ошибаются так я хочу вам свет красиво поставить как вернуть его кто смотрит в инстаграм переходите шустренько пробираюсь домой что там кто там домой пробирается собираемся друзья собираемся песню я вам спою если вы мне скажете раскудрявый 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 вернуть его разберем эту тему конечно же прям в прямом эфире возвращать мы скорее всего никого не будем потому что это сакральность это обряды естественно ничего подобного я вам даже не советую делать в ремонт что такое прямой эфир это наглядно это когда остается в соцсетях это когда все остается в записи ну какой возврат мужчины делать в прямом эфире ну ха 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 до больших букв нет не вздумайте и я вам даже не советую мало того кто ко мне обращается с таким вопросом вернуть мужчину за 24 часа я в первую очередь с ними общаюсь и в первую очередь рассказываю что может произойти где может пойти что-то не так потому что вы все знаете что эти обряды они существуют но они все опасны большая просьба я сегодня кстати расклад делал есть в инстаграме этот stories есть шоссе в youtube канале посмотрите он называется магия ножи я у карт спросил потому что вы уже сами видите свидетели вы присутствуете что на наш чат приходят ну гадалки назовем просто гадалки то одним словом гадалки ведьмы те которые немножечко не хотят чтобы у вас было счастье вот так еще можно их назвать потому что они независливые а им дьявол постоянно от них хочет чтобы им давали 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 денег в том числе я спросил о карт будет ли вам кто подписчики кто видит в этот момент находится в эфире у них могут быть проблемы они сказали что да действительно кто-то кто магии обладает может зайти считать вашу информацию и фотографии ника имени вот вы пишете там год рождения да я запрещаю писать моих чатах но я знаю вы знаете что пишут вот не могут нанести на вас проблемы поэтому вспоминайте обряд где-то я его делал про ножи обряд называется ножи в прямом эфире поэтому кто не знает лучше перед после всех этих прямых эфиров сделайте этот обряд найдите этот прямой эфир он был где-то где-то два дня назад и там я все подробно рассказываю как это делается потому что нужно максимально ножом все отрубить не на иначе к вам присобачиваться какие-нибудь не знаю ведьмы ну чего бы не хотелось но если вы хотите с ними пообщаться ради бога у меня нет желания с ними общаться а вы знаете мой опыт они еще от меня меня прогоняют потому что потому что боятся меня ирина так всем здравствуйте юлиус украина тоже уже прям бы как по расписанию теперь уже приходите но удобно же стало кстати вам до вечером есть эфир днем сейчас зима делать так сказать нечего не то что нечего а летом есть огород летом есть то то и летом есть прогулки а зимой просто тупо сидишь поэтому большая просьба кто кушает печенюшку особенно сейчас до выкиньте в мусорку и хорошо иначе это все будет ваших боках добрый вечер петр я вероника когда разговариваю по телефону с мужчиной у нас с ним отношения тайны он говорит что возбуждается так начало эфира положено он возбуждается да и так от моего где там это как и дракоша вноси это как и камень камень зеленый как он называется то фалоста этот заноси все давайте я соберусь я скажу еще раз к нам дозвонилась вероника она спрашивает что когда с ней разговаривать по телефону молодой человек отношений у них секретные отношения такие агента 007 лайки поставьте не забудьте и так мужчина говорит что от ее голоса у него дрожат коленки потому что он возбуждается в вашей в ширинке от йогу девочки а можете в чат набросать вот у вас фантазия сейчас в какую интересную у нее голос давайте пофантазируем потом я отвечу вот какой должен быть у девочки голос чтобы у мужчины в штанах возбуждался этот камень как дракоша он называется блин где он нефритовости итак вопрос в студию в инстаграме пожалуйста тоже участвуйте я я кстати выяснил некоторые действительно не могут в youtube они могут читать чат но не могут писать не знаю почему итак вопрос в студию почему мужчине какое девушка должна обладать каким голосом чтобы у мужчины в штанах нефритовый этот стержень вставал так нато говорит нифига себе голосок ола пишет нефрит басом то есть вот это давайте попробую изобразить басом это как привет привет мой любимый сегодня мы с тобой как постельку идем или как привет привет мы сегодня с тобой были встретиться но ты сегодня не пришел не знаю как как рот рамштайн нато моя хорошая есть же фирмы когда звонят мужчины басом да но мы хотим разобрать каким голосом она говорит что у мужчины нефрит встает басом чтобы упал типа спугнуть что ли его и поспугнуть наверно стало легче ходить благодарю все а водичку это наверное на водичку выпила просто в инстаграме прочитал девочка водичку что ли выпало или чё и фрукты и мы сегодня фрукты кстати в обид заряжали нежный голос то есть привет дорогой сегодня мы обязательно с тобой встретимся потому что я очень тебя хочу да я хочу тебя и так ладно у нас сегодня тема вообще-то другая у нас вернуть его она сбила с вот с этим девочка как его зовут сейчас да ладно возвращаюсь обратно читаю что и мужчина ей говорит, что он возбуждается от ее голоса. От ее голоса у меня мурашки по телу, без его голоса. Конечно же, такое бывает. Я тоже играю голосом, и вы сто процентов играете голосом, потому что это очень замечательная функция нашего организма играть басом, играть настроением, играть улыбкой, играть глазами. Вам говорил когда-нибудь кто-нибудь, что у вас глаза светятся? Вот это и есть. Также можно голосом возбудить человека. Есть же звонки, секс по телефону. Ну вот. Значит, вы, девушка моя, Вероника, вы относитесь к тому разряду секс по телефону. Значит, он возбуждается не только от вашего вида и взгляда, а также от прикосновения к трубке телефона, когда он слышит ваш голосок. Тембр голоса. Конечно же, когда, ну конечно, когда секс по телефону, конечно, там парни на той стороне провода, они фантазируют. Великое воображение. Давайте все-таки попробуем вернуть мужчину, вернуть его у нас на самом деле. Мы смеемся, но у нас же серьезная тема. Правильно? Почему мы ржем, как лошади? Вот действительно, у девчонки с мужчиной повезло. Понимаете? Ольга, добрый вечер всем. Так. Я, кстати, знаете, хотел пожаловаться в эфир. Вот я зачем-то ляпнул, что девчонки, пишите, звоните, хотите, вам нужно обязательно выговориться, вам обязательно надо высказаться, пишите. В итоге эфир закончился, и мне начали писать. Я же, помните, вам говорил в обед, пожалуйста, когда вы сообщаетесь с противоположным полом, то есть с мужчиной, ни в коем случае не пишите ему большие тексты. Он это не читает. Далее. Большая просьба. Говорите в нормальной интонации с ним. Ни в коем случае не выше голос, да, я сказал. Не ниже, вот это ми-ми-ми-ми-ми. И не тем более, ну, пожалуйста, ну, вернись, ну, вернись. Ни в коем случае так нельзя говорить. Вы должны говорить четко, уверенно, как королева. Милый, я сегодня видела во сне, что мы с тобой занимаемся любовью. Тебе не хотелось бы это воплотить в жизнь? Ну как, заманчиво, я сказал? Или вот это, ну, почему ты мне не пишешь? Ну почему вот это? Вот это фигня вот эта вот, которая вообще терпеть. Даже вот я вам озвучиваю, я сегодня как этот, как его, Галкин-то, как его зовут-то, блядь? Алкин, Галкин, как его зовут? Максим Галкин. О, сегодня у вас Максим Галкин. Галкин, Алкин. Солнышки мои, 40 просмотров, а мы еще даже не начинали. Тема у нас вернуть его. Конечно же, без каких-то атрибут, как вот эта сисификация, да, здесь получается невозможно. Потому что обряды делаются, конечно же, на свечи, на определенное время, дня, и, естественно, все сакрально. Здесь мы будем просто смотреть, как делают, я не знаю, как вот сисификацию. Вот смотрите. Ой, кстати, девчонки, такой мне кто-то прислал сегодня, да, я вижу, она в чате есть. Она мне прислала ссылочку на Торолога. У нее 30 тысяч подписчиков. Этот ролик посмотрели тысяча человек, и этот ролик лайкнуло, лайкнуло 300 человек, ну и комментарии. Вот представляете, пипец вообще, тысяча баб обманутых. Слушайте там, какой расклад, как она там говорит. Она кидает три карты, и в этот момент говорит, он о тебе думает, он о тебе мечтает, он о тебя хочет. Она не трактует вообще карты. Дальше говорит, ну смотри, вот сейчас я вытаскиваю карту, она о тебе переживает. И она вытаскивает, а там десятка мечей, то есть удар в спину. И она начинает крутиться на камеру, потому что там видно мечи, то есть ей максимально надо как-то оправдаться. И она начинает крутиться и говорит, да, сейчас он не готов к этому, но он потом будет готов, понимаешь, дорогая? Потому что то, что ты сделала, он все это простит. Он на колени к тебе приползет. Бля, думаю, ёпта, ну зачем вы, девчонки, вот это смотрите, эту чушь вообще? Вы понимаете, что вы Бога гневите? Вот я сейчас, конечно, к вам в том числе обращаюсь. Ну не бесите, называется Бога. Зачем вы это делаете? Вот зачем? Итак, солнышки мои. Ну мы, наверное, сегодня это тоже будем делать, потому что вернуть его тут без показов карт не получится. Кстати, я забыл сказать, вот этот, который тысяча просмотров, у меня карты сразу идут, меня карты не подставляют. А у кого нет дара, карты, они просто подставляют над каждой картой, блин. Вы уже замечали, мои расклады, да, и все, как у меня прям течет вода, карты. А у них просто как подстава, подстава, блин. Поэтому заказывайте лучше правильные расклады. Чего? Светлана, добрый вечер. Петр, большие восклицательные знаки. С утра была в шоке от того, как вы сказали про меня. Только, к сожалению, нет возможности сделать, что нужно. Вариант расположить этого Геннадия к себе. Ну как и стоит ли? Ой, солнышко мое, начинается. Любимки. Мы вас всех называем любимки. За обряды вы будете платить. За то, что вы привязали мужчину, будете платить. А как вы хотели? Вы думали, хотели и рыбку съесть, и на этот, как его, сталагмит съесть? Не получится. За все будете платить. Итак, ладно. Как вернуть его? Давайте я сначала спрашиваю высших сил. Вы же, мы же договорились. Карты мы берем только в экстренном случае. Все остальное мы разговариваем с высшими силами. Смотрите, я еще, знаете, что хочу сделать? Я хочу высшие силы попозже. Иринка, Иринка, напомни мне, пожалуйста. Или Ола. Или Мила. Ольга. Я хочу, чтобы высшие силы сделали моими руками расклад. Вот эту сосификацию, как делают торологи. То есть, как видят высшие силы, когда торологи делают расклад. Я вот хочу прям при вас это все сделать, вот на камеру, так сказать. А вы знаете, что через меня они общаются с вами. Вот в том числе. Девочки, вот только что сказал. Пожалуйста, не пишите большие тексты. Мужчина не умеет читать. Я мужчина. Нет. И еще больше начали писать. Еще больше, Натю. Давайте я почитаю. Ната. Я что только не делала. Писала сама. И звонила Артему. Не вышел на связь. Вообще, гад такой. Полный атас. Так что не вернется он. Хоть крути жопой, хоть не крути. Если не нужна ты ему, значит, он тебя не ревнует, не хочет. И его сталагмит уже давно на пол шестого. Не обижайтесь, дама. Это что, я так сказал, что ли? На сталагмит сесть? Я же хотел другой камень назвать. Стой. О, Боже мой. Вы знаете, что через меня говорят высшие силы с вами. Поэтому извиняюсь, если такие слова вылетают, значит, вылетают. Но сначала мы делаем, как вернуть его. Все, давайте минуточку внимания. Яша, тоже прислушайтесь, пожалуйста, как вернуть ее. То есть к вам будет. Сейчас мы будем разговаривать с высшими силами. Если вы хотите конкретно задать высшим силам вопрос по теме, вернуть его, пожалуйста, пишите в чате. В момент, так сказать, транса я буду смотреть на чат. Если я буду видеть вопрос, и он актуальный, я буду задавать им вопрос, и вы будете получать ответ. Еще раз. Мы возвращаем, моделируем будущее. То есть не надо, пожалуйста, возвращать никого, ни Путиных, никого к себе. Ладно? Мы просто общаемся с высшими силами. Через меня вы общаетесь. В чате вы пишете. Вот таким образом. Инстаграм тоже пишите. Я буду периодично смотреть на свою вторую камеру. Так, как вернуть пенделя? Как вернуть пендель? Да просто его поставить. Вот и все. Посмотрите, девочки, картинку сталагмит. Это прям наказание. Вот, вместе хочет. Я хочу, чтобы он сам вернулся. Ну, вот тут даже правильный вопрос, да, нежели насильно вернись. Я желаю, чтобы он вернулся. Вот здесь я соглашусь полностью. Вот здесь я вместе в меди соглашусь. Я желаю. А там как высшие силы, ну, сделать ситуацию. Правильно, Яша? Вот посмотри на вместе в меди, можешь с ней познакомиться. Интересная девчонка. Вот как она подает себя. Она просто желает всем счастья, чтобы он вернулся. Если так, по судьбе. Так, Юлечка с Украины. Кто там у тебя на этот раз потерялся? Вот даже буду сейчас перелистывать, искать ее вопрос. Вот зачем вы пишете, посмотрели мой вопрос? Напишите его заново. Ну, конечно же, я перелистал, наверное. Я вообще ее не вижу здесь. Представляете, сколько времени трачу, чтобы ее найти здесь. Лиля, добрый день. Что-то я сегодня вас вспоминал. Добрый Алис, найду ли я потерять вещь в ближайшие дни? Найду ли я потерянную вещь? Да, найдешь. А где здесь? Тут есть девчонка. Она ко мне обратилась, говорит, представляете, я потерял дорогую вещь. Я ей говорю, подойди, где висит одежда. И там она зацепилась. И она действительно пошла в прихожку. Сняла там, я не знаю, шуба или что у нее. Тряханула. И оттуда она упала. Да, вы не удивляйтесь, я тоже могу искать в том числе вещи потерянные. Говорит, где они находятся. Ну, естественно, за деньги. Все, я тебя нашел, я тебе ответил. Найдется, найдется твоя вещь, не переживай. Все. Как вернуть его? Высшие силы вы здесь. Высшие силы. Как вернуть человека? Общим словом мы называем слово «человек». Это мужчина либо женщина. Как вернуть? Возможно, может ли женщина вернуть человека, если она так захотела? Она его любит, либо он ее любит. И она бы все отдала для того, чтобы человек вернулся. Естественно, мы говорим про живого человека, не про мертвого. Высшие силы. Дайте ответ. Говорят, да, можно. А что-то будет за это человеку, который хочет вернуть? Закрутить надо, закрутить в косичку надо. Сейчас, секунду. Еще раз спрошу по-другому. То есть, плохо человеку, который хочет вернуть, будет плохо ему? Они говорят, судьбу перепишут. Они говорят, перепишут судьбу. Перепишут судьбу. Смотрите, сейчас я пообщался. Они сказали, я тебе серьезно говорю. В общем, так. Действительно, человека можно вернуть. Там могут пойти... Естественно, мы сейчас говорим про высшие силы. Мы не говорим про гадалок на рынке и все такое. Они могут переписать судьбы людей с их согласия. С их согласия. То есть, палка в двух концах. Вы же как вернете этого человека без его согласия? То есть, он же не знает, что вы хотите вернуть. Типа, высшие силы не против вернуть. Давайте я у карт сейчас спрошу, чтобы вам хотя бы наглядно это было. Потому что у меня нет запрета. У меня есть такая услуга вернуть его. Вы это знаете. Они говорят, что ничего такого серьезного не будет. Если они выполняют определенные условия. Давайте у карт спросим. Высшие силы, через карты покажите. Будет проблема? Мирная к нам вернулась. Опять свечами запахло. Вот, смотрите, что карты показывают. Видите? Они говорят, что это можно делать, но там вот эта карта суда. То есть, говорят, что все будет потом по суду. Причем я говорю, что все должно быть выполнено. То есть, человек, который заказывает обряд, вернуть его, он должен 100% выполнить определенные законы, которые идут в этом обряде. Это раз. По справедливости. То есть, без вмешательства высших сил никакой человек не может это делать. Вот она, карта магии. Видите? Вот маг сидит, колдует. Смотрите, они сказали, да. Давайте мы сейчас... Они пока здесь, получается, в потоке. Мирная, ты вчера куда ушла, ты красавица? Я тебе вчера вопрос задавал. Задавал, и она ушла. Да, правильно я помню? Я что-то спутался. Сегодня еще какая-то была тарелок. Ну, она там по мужским этим гаданиям. Мирная куда-то исчезла вчера. Зато смотрите, какая у нее сакральная аватарочка. Ох, женщина. Ох, снесет любого. Я слушал вас. Да, вот все в том-то и дело. Я хочу, чтобы вы мне помогали в чате. Людям подсказывали. А вы просто тупо слушаете. Вот что слушать меня? Что это за арбуз? Девочки, уже займитесь арбузом вот этим. Вот с этой там BMW вам что-то танк предлагают. Ну, уже пообщайтесь с арбузом. Видите, человеку нужно пообщение. Ну, займите уже его. Хотел сказать, займите его, урод. Сталагмиты. Итак, ладно. Давайте теперь смотреть конкретно. Вот, разбитые сердца ваши. Теперь смотрим конкретно. Пока я еще в потоке. Напишите имя. Имя его, имя ваше. Вопрос следующий. Можно ли вернуть этого человека? Естественно, люди должны быть живые. Мы про покойников здесь не разговариваем. Начинаем. Читаю. Вот, девочки. Ната, молодец. Задайте вопрос мирный. Что она вот? У нас же таролог. Пусть отвечает. Я-то не таролог. Итак, кого первого читаю. Что там, Яша опять стесняется? У него уже целая пальма выросла. Он стесняется. Так. Ну, что ты, подожди, Иринка. Я что-то арбуз отправляюсь. Смотри, у него БМВ, у него танки есть. Что вы его отправляете-то? Друг хороший. Давайте разберемся пока еще. Может, кому-то сейчас эта свадьба состоится. Пусть сообщается. Он же не грубит. Ну, я, по крайней мере, не видел плохих. А тут плохих слов нельзя написать. Ну, сразу же, ну, блокировать будет чат. Мне кажется. Так. Кого смотрим-то? Артем, Наталья. Все, девочки. Смотрите за порядком в чате. Я сейчас ухожу в, как сказать, в астрал. И вижу ваши имена. И говорю, можно ли вернуть этого человека. Андрей и Анжелика. Ну, вы это пробовали уже, кстати? Ничего, не получается? Они говорят, что вы пробовали. Ну, вам там запрет поставят. Ответ нет. Артем, Наталья. Артем, можно его вернуть? Они говорят, можно, но она не будет этого делать. Вот так они отвечают. Так, меня можете не спрашивать, я все равно не знаю. Они говорят через меня. Арбуз, давай. АТБК Зульфия. АТБК Зульфия. АТБК. Кто у меня в YouTube, в Instagram, переходите в YouTube канал. АТБК Зульфия. Ну, там все пустое. Там смысла вообще даже возвращать АТБК нет смысла. Все, Ангель, пусто. Раиса. Вот здесь можно поработать с Олегом, чтобы вернуться к Раисе. Здесь, да. Рояло Б. Может, если и будет возвращаться, то где-то ближе, после 15 декабря. Раньше даже не ждите его. Севиль. Что Севиль, Соня? А, А, Алик. Я запутался уже. Так, Алик Севиль. Алик Севиль. Алик Севиль. Алик Севиль. Во-первых, вас надо чистить. Вроде бы я уже вам это говорил. Мое мнение не меняется. Я прям вас вижу темную. Вас надо чистить, 100%. Где у меня вот эта женщина? Как ее зовут? Может быть, он сам потом вернется. Что-то у меня чат глюканул. Идем дальше. Юрий. Ирина Юрий. Ирина Юрий. Можно ли возвращаться? Он сейчас уже под другой чарой. Там уже есть, скажем так, приворот такой. Ну, больше соблазн, слово называется. Он уже сейчас с кем-то находится. Дальше она его кинет. И он от того, что на нем был приворот, сильно его судьба изменится. В не очень хорошую сторону. То есть, вам делать я вообще запрещаю. Вероника Давид. Ну, там, вот тут Вероника Давид. Пока чисто, пока можно что-то сделать. Да, вам можно. Славик не нужно. Стесняться. Да, мужчины всегда стеснялись и будут стесняться. Я участвую. Так, что-то у меня чат улетел. Можно ли вернуть отношения Александра и по его инициативе? Нет, красавицы, вместе в меди, Виктория, не получится. С его стороны он на это не пойдет. Нет, не будет возвращения. Мой со мной, я не участвую. Не будут со мной, значит, не мой. Все правильно. Вот здесь поддержу милую дракошу. Помните, да? Но мы же здесь не гадаем, понимаете? Мы же смотрим. Высшие силы с вами. Вот сейчас мы будем гадать, но там будут высшие силы показывать, как тарологи гадают. Вернее, как высшие силы видят, как тарологи гадают. Это чуть-чуть попозже. Сейчас пока я смотрю, вернуть его вам можно или нет. Таня Славик. Здесь возврат возможен, да? Лика заблокировал Яшу. Девочки, не теряйтесь, тачки крутые. Кони, где этот арбуз? Все уже? Уехал? Я так понимаю, какая-то это Виктория, которая с первым вопросом, сексуальным голосом уже этого арбуза угнала, что ли? Я ждала, тебя так ждала. Ты был мечтою моей хрустальною. Угнала, тебя угнала. Ну и что же тут криминального? Алла, Андрей, можно вернуть лимон? Вот сто процентов здесь да. Я вижу, что вы бьетесь в истерике. Вам очень сильно важен этот вопрос. Ответ да. Вот здесь возвращение можно. Не стесняйся. Так, спасибо, пожалуйста. Я действительно решила молчать. Писала много, звонила. Тут прав, Петр. Я сейчас устала. Давайте я вот тут чуть-чуть зациклюсь на вот этом. Я сейчас устала. Можно, кстати, такую тему завести. Я устала. А можете делать, девочки, мальчики, пожалуйста, напишите. Вы можете про себя так сказать. Я устал. Кстати, очень хорошая будет тема, между прочим. Сейчас я посмотрю, как вы отвечаете. Я устал. И попробую поговорить на эту тему. Мне кажется, мне судьба одной остаться. Нет, не соглашусь с вами, Голден Санта. Что так много вас блокирует, девочки? Я вас учил, пожалуйста, не пишите большие тексты. Не наговаривайте в экстазе, в слезах, какие-то свои голосовые сообщения, в каких-то шумах машины, улицы. Сядьте спокойно и запишите ему голосовое сообщение. Дорогой, мне бы хотелось с тобой сегодня о многом поговорить. Самую главную тему вопросом мы затронем с глазу на глаз. В голосовом сообщении я это говорить не могу. Нет, хотелось бы видеть твои красивые глаза. Давай поговорим. Вот в такой интонации вы должны общаться. То есть на гармонии, господи, ни в коем случае не выше тон, не ниже. Как сказать, в гармонии? На одном уровне, да? Мне очень тяжело. Он часто меня блокирует. Не в первый раз. На него, может, какие-то чары действуют. Слушайте, сегодня НАТО у нас просто какой-то в трэше. Она просто сегодня лопатой какой-то хочет снести корону. Хочет снести. Главное, этот не заденьте. Нефритовый стержень. Кто в Инстаграме? Обращаюсь к вам. Большая просьба. В шапке профиля есть. Ютуб-канал. Нажимайтесь. И все, и вы в этом чате. Потому что я там чат читаю. Я с ним не ругалась. Совсем на гармонии была. Вот смотрите. У меня сегодня девочка... Сейчас ее смотрю в Инстаграме. Ну ладно, не буду я говорить, кто. Так вот. И представляете, давайте я вам расскажу кое-что. А потом перейдем к усталу. Она говорит... Ну, она заплатила. Я все ей сказал, что было. Я говорю, ты у нее, ты знаешь, как запасной аэродром. И все такое. Она говорит, да, действительно. Он когда захочет, тогда и приходит. И это может молчать. Я спрашиваю, как дела на работе. Он может вообще не отвечать. И вот так вот все время. А сейчас я ему всегда кушать готовлю. Я всегда говорю, приходи. Давай развою тебя. Давай помою тебя. Давай поглажу тебе. Понимаете, да, девочки? Я говорю, красавица. Ты для него пройденная книга. Он ее закрыл уже. Ты ему неинтересна. Не ставайте, девочки, рабами. Для мужчины. Всем нравится. Поверьте, и мне нравится, и вам нравится. Но не забывайте, что вы тоже, девочки, что вы тоже хотите, чтобы за вами ухаживали. И вам говорил... Мужчина, знаете, как вкусно готовит? Давайте все-таки маленькую дверцу тайны в своей жизни, ну, не надо полностью открывать. Хорошо? Не надо разбиваться полностью, вот эти полы мыть, ботинки сушить. Не надо, носки стирать. Не надо. Какая-то гордость все равно должна быть. Я, знаете, она еще говорит. Когда он узнал, что у меня трое детей, он сказал мне, дети, ну, неинтересно, мне нужна ты. Я в это поверил. Я отвечаю, посмотри, красавица, можно же на эту ситуацию с двух сторон посмотреть. То есть, я, мне твои дети неинтересны, ты нужна мне. Ну, это классно, да, действительно, ты красивая, он в тебя нашел. Это замечательно. Но у тебя трое детей. И он говорит, мне твои дети неинтересны. Понимаете? Потому что другой человек бы сказал, окей, все эти проблемы, все беды, все радости теперь наши. Мы обсуждаем то-то, то-то, то-то. Куда ребенка в садик, в школу, мы обсуждаем месть. Но точно нельзя говорить, что мне твои дети неинтересны. Не надо быть ее рабой, его рабой, да и ее рабой, короче. Нет? Ну, знаете, у этой песни, у Натальи Ветлицкой есть красивая песня. Твоя раба как-то, или раба любви. Нет мне, так все. А где у нас Алиса? Что-то я не пойму, Алиса куда-то исчезла, или она здесь? Она почему-то афишу на завтра не выставила. Нет спасения из оков любви, Прочны звенья золотой цепи, Даже бегство не спасет меня. Всем известно, я твоя раба, Я так хотела сама. Так вот, девочки, раба, раба, это раба. А вы должны быть оставаться для него загадкой, Сказочной феей, снежной королевой. Идем дальше. Так, теперь, Насчет, я что-то спрашивал у вас по поводу... Девочка устала. По поводу, нет, не устала, я устала. Так, дальше. Чем я хуже, чем мой король? Нет, не устала, нельзя так говорить. Лика так может... А где вот эта Ола? Что она ответила? Устала она или нет? Ола. Что ответила Ола? Нелегко, но нормально. Ну ладно. И Фируза пишет, я устала. Я очень устала, пишет Голден. Причем она одна. Фируза и Льхом. Фируза и Льхом. У вас теплые очень отношения в дальнейшем будут. Но сейчас у вас прям холод, как зима прям. В дальнейшем что-то будет, да. По поводу... Давайте поговорим, я устала. Устала. Высшая сила, дайте мне информацию про я устала. Они говорят, что... Ну, нельзя так говорить. Это раз. Второе. Они говорят, что все устают. Они говорят, мы тоже устаем. Это два. Они говорят, что... Устала. Устала. Они говорят, что это слово неправильное. Так, давайте разберем это слово. Устала. Что это за корень слова? Уст? Уста, да? Алла. Устала. Устала. Ну-ка, значение слова устала. Алиса, значение слова устала. Нашла ответ на там-то слово? Алиса, стоп. Незначение происхождения. Происхождение. Алиса, происхождение слова устала. Они мне говорят, что это слово неправильное. Сейчас я пытаюсь понять, в чем смысл стать. Старый. Уже основе. Стать и старый. Короче, когда вы говорите устала, это старость. Если честно, я устала. Ослабеть. Устала. Утомилась. Происхождение слова устала. Уст. Уста. 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 Понимаете, мне вот это слово. Уста. Уста. Это губы же. Че, я путаюсь, что ли? Уста. Уста. Реки, ну да, уста, рот. Древний корень. Короче, устала, уста. Устала говорить, что ли? Устала. Спокой нельзя. Уста, губки, бантика. Ну. А вот тут усталость. Ну, корень слова-то уста. Правильно? Они, короче, мне говорят, что это неправильное слово. Не знаю, как хотите так понимать. Вот они мне говорят неправильное слово. Идем дальше. Давайте еще что послушать, что они мне говорят. Еще что про усталость скажет. Надо вообще людям так говорить? Она говорит это слово пустое. То есть, когда человек говорит устало, это на самом деле он ничего не говорит. То есть, в любом случае, было у вас у кого-нибудь такое, когда включается третья скорость, что устало, но надо работать. Да, и все равно потом бац-бац-бац, работаешь. Реально все сделала. Надежда Козлова. А я вчера говорю, думаю, так, что-то Надежды давно не было. Думаю, надо спеть песню. Надежда, мой компас земной. Помните, когда я спел, она тут же появилась на том эфире. Второе дыхание. Открывается второе дыхание. Вот интересно. Мне надо у Олега. И так я запишу. Уста. Усталость. Устать. Устало. 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 Прямо как уста. Устало говорить. Как будто я устал говорить. Деваться некуда. Было, было. Да у всех, я думаю, было, когда включалось второе дыхание. У всех такое было. У всех. Особенно у спортсменов. Кстати, давайте спрошу вопрос. В чате есть спортсмены, либо которые увлекаются серьезно спортом? Пожалуйста, напишите. В чате есть спортсмены, которые увлекаются спортом? Я утомлена, утомлена. Вот это нам не косо лучше слово. Сексуальным голосом. Чтобы нефритовый стержень поднялся. Это мы начало, так эфир у нас была. Я утомлена сексуальным голосом. Чтобы нефритовый стержень поднялся. А что? Бывшая спортсменка. От твоих уст. Ася, от твоих уст. Ну, а мы сейчас слово устало разбирали. У меня работа спорт. Улики, работа, спорт. Еще кто спортом занимается? Яша, где? Давайте дать вас почти 30 человек. Итак, 125 человек просмотрело. Ну, в чате, как всегда, мало новеньких. Давайте вызовем на ринг новеньких. А то они сидят там. Они привыкли. Они не привыкли, что есть ясновидящие. Они привыкли, что есть вот эти гадалки, которые тут карты дрочат, дрочат, дрочат. Давайте их тогда вызовем на ринг. Сейчас погадаем, чтобы их максимально вытащить в диалог. Начнем? Начинаем. Вопрос карта. Какие будут действия мужчины? Действия мужчины. Итак, действия мужчины. Вызываем всех новеньких, которые сидят в чате, в инстаграме тоже. Действия мужчины. От одного до двух. Выбирайте. Пишите цифру 1 либо 2. Действия мужчины. Какие будут действия в ближайшее время от загаданного мужчины? Какие будут действия у загаданного человека? Цифра 1, цифра 2. Так, уважаемая просьба, подснежники, которые сидят, смотрят эфир, включайтесь. Тосичка, молодец, не стесняемся. Выходим, выходим. Подснежники мои в декабре 12 месяцев сказка. Это прям про вас. Сидят подснежники там 3 месяца. А потом, однако, Коля Бородихина. Я, говорит, сидела раньше, смотрела вас и не участвовала. Я, говорит, просто смотрела, думала, что все здесь подставные люди. Потому что, ну, я по ясновидению уже когда говорю, многие пишут, да, так и есть. И вот она 3 месяца, говорит, я думала, что тут подставные, а потом оказалось, что все хорошие. И вот уже целый год, да, вот некоторые тут, вы уже дружите, общаетесь вместе, никого друг друга не боитесь, никому друг другу не оскорбляйте. Итак, выходим, подснежники, выходите. Инстаграм тоже с нами. Вижу, Инстаграм выбрал больше двоек. Ютуб-канал выбрал. Яша, какая третья карта? Здесь нет третьей карты. Инстаграм, Ютуб-канал больше всего выбрал единиц. Аната пишет, а я тоже молчала. Я знаю, что здесь Иринка тоже молчала, тоже где-то месяца 3, говорит. Я просто присматривалась, потом каждый эфир заходила, не молчала. А потом уже начала, говорит, что, говорит, я боялась. Я, говорит, боялась писать. Поэтому, девочки, кто, не стесняйтесь, видите, и все адекватно реагируют на все. Мирная. Ой, а тут, оказывается, мирная сидит. Вот, она, кстати, от Голдена. Кто мирный вопрос за кто-то задал? Она ответила вам или нет? Я что-то не увидел этого. Итак, цифра мирная. Какая двойку выбрала? Давайте два тогда. Так, действия загаданного человека в ближайшее время. Будут вообще действия или нет? Мы смотрим действия по первой карте. Вторая, которая будет снизу, она пояснительная. На-то, вот, сейчас она тебе ответит, не переживай, ты паникует прям, восклицательные знаки ставит. Итак, действия. Девятка кубков. Здесь действия, конечно, больше с вашей стороны. Вы больше, вы идете, так сказать, на рожон, падаете, хотели упасть в его объятия. Но что-то произойдет такое, что вы все равно расстанетесь. Потому что вами на самом деле играет дьявол. И то есть действия с его стороны никаких не будет. А будет только мозга. Тра-тра-тра. Дьявол любит поиграть. Дьявол любит поиграть. Где у меня тут красавица мирная? Как она протрактует эти карты? Девять кубков и дьявол. Вопрос. Действия его будут? Сейчас она протрактует хотя бы эти карты. Так. Так. Переворачиваю цифру 1. В инстаграме 1 там кто-то выбрал. Будут ли действия? Я тоже мирная, тоже действия здесь не увидел. Хотя, в принципе, начало девятка кубков. Я хотел так вытянуть. Думаю, может, все-таки повезет. Но дьявол, конечно, все испортил. Наташа, ваш не придет пока. Но слово пока хоть успокаивает. Значит, наверное, скоро это... Наверное, что-то потом поменяется. Итак, давайте, цифра 1. Уважаемые подснежники, Ася особенно, кто-то еще тут девочка была. Ответ нет. Действия с его стороны. Я вижу, что вы стоите. Я вижу, что вы ждете. Вижу, что ночами переживаете. Говорите, ну когда же он произойдет? Ходите к гадалочкам. Обращайтесь на эти эфиры. Вот это все смотрите, смотрите это гадание. Но толку никакого не происходит. Вижу вашу блокировку, что он вас заблокировал. Не хочет с вами никакого общения. Но пройдет время, и в январе он подарит вам белые розы. Но это будет ни о чем не означать. Это будет просто, что он выйдет с вами на связь. Потому что король любви, он любит себя. Либо он придет на какое-то время и снова уйдет. Ну как сейчас мне это... Как ее зовут-то девочку? Мирная сейчас протрактует. Тут у нас рыцарь кубков и девятка жезлов. Вопрос. Действия с его стороны будут или нет? Ну вот у нас в январе Наташа тебе принесет вот эти розы. Белые. Белые розы. Заблокирована. Вот карта блокировки. Вас заблокировали. Сейчас мирная напишет что-нибудь. Так, давайте теперь по... Еще хочу вернуться к теме. Ира, есть вопросы в чате? Да, вот видите, тоже мирная помогает мне. Пока не будет блокировка, но что-то будет впереди. Вот тут белый конь. Сейчас еще раз покажу. Это и розы, да? Это что-то зимнее. Вот к весне ближе. Вот туда зима, к весне. Я уж как прям таролог говорю. Зима, ну, к весне. Такая зима через весну-лето. Он встретится с вами, он к вам выйдет на связь. Вот так, знаете, будет зима, через весну-лето будет. Вот там он встретится с вами. Первое ограничение действия. Ладно, шутки шутками. Вы знаете, что я шучу? На самом деле, гадают совершенно на других колодах. Это правда. Кому надо обращайтесь. Но тут мы вот шутим. Давайте все-таки вернемся к теме вопроса. Вернуть его. Высшие силы нам дали добро. Действительно, если человек, который возвращал уже людей, есть от него как минимум отзывы, обязательно читайте отзывы. Вот сегодня к нам в обед зашла агентство Таро. Она что-то тут нагрубиянила, или что-то какие-то слова такие странные писала. Ну, на вопрос, когда я сказал, напишите, где вы принимаете. Ну, раз агентство, наверное, вы платите налоги, значит, у вас прям реально агентство. В моем понятии агентство – это прям целая огромная компания прям по сбору с населения бабла через карты. Ну, так, по-другому. Ну, грубо сказал, но так оно и есть на самом деле. Сбор бабла. На девочках, которым, ну, как ее, тяжело. Это уже психология еще, кстати. Так. Дальше. Как вернуть его еще можно? Все, я вспомнил. Теперь посмотрим, как ясновидящий видит обряды тарологов. Только немножечко давайте по-другому назову этот вопрос. Я не буду на это брать ответственность. Буду, это мой голос будет. Давайте, как высшие силы видят тарологов, которые предсказывают будущее девчонкам. Давайте вот так посмотрим. Вот, мне хоть мирно здесь помогать будет. Вот, видите, видите, как у нас чат расширяется. Все добрые, все позитивные. Итак, как же все-таки? Ребятки, кто в Инстаграм? Переходите дружненько в YouTube-канал. Итак, высшие силы, покажите, как вы видите, как тарологи предсказывают будущее. Как вы... Только давайте сразу договоримся, как они видят именно тарологов. Да, вот эту тему мы затронем. Как высшие силы видят тарологов, которые предсказывают людям будущее. Ну, заметьте, ну, не прошлое. Ну, сразу же первая карта рыцарь денег. Там говорит приманивание денег. То, что тарологи делают, это приманивание, прилипание денег. Ну, девчонки, ну, хоть ревите, хоть не ревите. Ну, вот все. Про что я вам всегда и говорил. Это просто выцыганивание, вот прям карта цыганива. Прям деньги, как магнит, тянутся. Выманивание денег. Тосечка, посмотри, вот, смотри, какая карта вытянулась. Это еще раз повторяю. Высшие силы так видят тарологов. Выманивают денег из-за мужчин. Ну, как правило, да? Кто гадает? Давайте следующий вопрос. Теперь вы задавайте, потому что с высшими силами я не очень сильно могу смеяться. Задайте вы теперь вопрос. Да, милая Дракоша, про что я вам все время и говорю. Бизнес и никакого мошенничества. Просто бизнес. Особенно, когда люди зашуганы. Так. Это, ну, конечно, слушайте, вам сегодня утром заходило агентство Таро. Это уже агентство. Понимаете? Что такое агентство? Это бизнес, который платит налоги. Правильно? Правильно. Поэтому, солнышки мои, не гневите Бога. Гадать нельзя. Либо слушайте, когда человек говорит, что это опасно. Хотя бы пусть он вас предупредит, что это опасно. Тамара, ну, где вы ходите? Или вы сидели молча? Иринка и Иринка спрашивают у Мирной. Скажите, пожалуйста, вернется ко мне бывший? Давайте я дальше буду смотреть. Вы, я смотрю, тоже боитесь с высшими силами общаться? Сейчас, ладно, я буду общаться. Не переживайте сейчас. Так. Высшие силы. Как вы видите? Торологов, которые предсказывают людям будущее. Помимо вот денег. То, что они выманивают деньги. Дальше. Инфо-цыгане такие. Знаете, как карта инфо-цыгане, да? Тут и конь есть. Такие цыгане, бродячие актеры такие. Бродячие. О, блин. Вот видите, кстати, я вам говорил, вот как у изновидящего идут карты. Они у меня просто льются. Итак, высшие силы видят тарологов, которые предсказывают будущее, как карта шута, карта дурака. То есть, оболванивание людей. Ой, вы, вот смотрите, как я вообще обожаю. Я не знаю, кто мне подсказывает. Ну, вы говорите, что это высшие силы. Ну, пусть будут это высшие силы. Но смотрите, что они творят. Они вот говорят, как есть. Но это же правда. Солны. Подождите, стоп, стоп. Иринка, к тебе вернется бывший. Ну, хоть кому-то вернется бывший. А давайте у высших сил спросим. Высшие силы. Покажите, пожалуйста. Иринка, Иринка. Спрашивает, вернется ли ее бывший. Вы можете дать ответ? Вернее, нет. Вернется он или нет? Вернется. Иринка, Иринка, тебе карту тяну. Кому надо еще? Давайте пока высшие силы на связи. Нет. Десятка жезлов ушли навсегда. Ответ. Высшие силы сказали, что нет. Он ушел с картиной, с корзинкой и с маленькой собачонкой. Там что-то, какой-то еще вопрос с каким-то багажом, либо с какой-то большой портретом, картиной, вот что-то связанное. Видите, она вот держит. Или вот в этой на руке что-то держит. Такой белый плакат. Вы там ничего ему не хотели подарить? Вот что-то такое. Ответ от высших сил нет. Давайте, кому еще надо? Пока высшие силы на связи, я могу с вами поговорить. Мирная, задай тоже вопрос, пожалуйста. Если хочешь, конечно. Итак, любит ли Владимир Тамару? Что? Я только одну карту буду кидать. Высшие силы. Любит ли Владимир Тамару? Карта влюбленных. Ответ да. Ну, я тоже могу сказать, что да, но он еще мозги вам так потрясет. Тося. А где Тося вопрос? Она ничего не задавала. Мне можно? Вернется ли Алексей? Ну, конечно, можно. Господи, вы такой же человек, как и все. Итак, высшие силы. У нас здесь есть, она призналась. Я ее вчера сразу поймал. Она Таролок. Высшие силы. Она спрашивает. Алексей вернется к ней? Ответ нет. Ой, ну. Мне кажется, у тебя очень много боли сделал. Честно так скажу. Ответ нет. Карты говорят нет. Девятка мечей. Большие боли. И большие неприятности им еще могут быть. Он может даже что-то у тебя взял без спроса. Вот так еще скажу. Андрей Анжелику разблокируют. Он думает над этим вопросом. Давайте я подскажу. Мечей. Это больная тема и для него в том числе. Это делать разблокировку или нет. Ну, будем надеяться, что все-таки он надумает и скажет. Да, я тебя разблокирую. Дальше. Кого я теперь читаю? Вернется ли Атебек ко мне? Зульфия спрашивает. Вернется он к ней? Ответ да. У вас будет семья. Дальше. Они говорят, что больше не хотят говорить. Все, останавливаем. Я вам и так все расскажу. Они говорят, мы устали. Они мне говорят, мы устали. Девочки, ну вы же тоже устаете. Высшие силы тоже устают. Это я могу вот сидеть. Сколько я вообще сижу с вами уже? Час десять? И не уставаю. У меня куча энергии. Написала ему сегодня. Молодец, Тосичка. Пиши, не стесняйся. Заблокирует. Ну, ничего страшного. Нет, Тоси, у тебя отношения, они не восстановятся. Дай бог, вы в январе будете разговаривать. На Новый год вы не вместе. Дальше у вас будет только все передряги. Ну, скажу так, что сейчас, то потом будет. Ничего хорошего, короче, там не будет. Интересного не вижу. Надежда Козлова, один. Судя по чату, моим наблюдением, Андрей, манипулятор номер один. Младший лейтенант, мальчик молодой. А нет, это другая песня. Привет, Андрей. Привет, Андрей. А вот еще Арсений есть. Почти Андрей. Здравствуйте. Хочет ли Арсений отношений с Марьям? Или только чтобы ходила к нему в бассейн? Ну, ответ да. Прям замуж не позовет. Ну, что-то такое, типа флирта, отношений да. Замуж нет, не позовет. Что еще? Привет, Андрей. Тын-тын-тын-тын. Итак, давайте подведем итог. Мы сегодня занимались. Ведьм сегодня в чате не обнаружено. В чате так просканировала. Вроде бы никого не видел. Мы подружились. Как ее зовут здесь? Мирная. Таролок, да? Она вот тут сегодня помогала. Девочка. Спасала их ситуации. Молодец. Бог ее наградит за это. Бог ее тоже любит. Не зря, наверное, сюда и привели. В обед мы сегодня агентство Таро выцепили. Ну, и с удовольствием отправили, наверное, ее дальше. Потому что она не хотела с нами трудиться. Все только на халяву. Высшие силы сегодня показали вам в прямом эфире, как они видят предсказатели. Назовем, ну, ладно, цыгане. Вот. Вы видели, что это карта денег, карта цыганей, карта дурака, обвод вокруг пальца. Но один смысл – это деньги. Вы знаете, вы уже сто раз убеждались, как у меня хорошо идут карты. Дальше. Я сам, если честно, удивляюсь, как они так легко говорят. Асечка спрашивает, любит ли Анвар Часият. Кстати, мне надо Анвару ответить сообщение. Он мне написал. Вы мне напомнили, сейчас отвечу ему. Но это не ваш Анвар. Да, любит, но замуж вы за него не выходите. У нас сегодня 16-летняя годовщина свадьбы. Но 10 лет вместе не живем. Давайте тогда через карты. Высшие силы вы еще здесь. Тамара у нас сегодня маленький праздник. Она у нас поздно пришла. У нас было весело, но она поздно пришла. Давайте посмотрим, что они вам пожелают. 16-летняя годовщина, но 10 лет уже не вместе. Они говорят, что ходит Тамарочка, расклады смотрит, гадает. Вот они, видите, свечи, вот такие травы. Вот видите, месяц, полумесяц такое все. Гадание, такая карта гаданий. А, кстати, это восьмерка Пентакли. Денежная карта. Ну, за гадание, естественно, платят. Дальше, что они еще хотят сказать. Это кто у нас присоединилась? Анастасия Цыганова. Только про цыгане говорили. Тут Цыганова появилась. Итак, видят карты, что ваша любовь на самом деле просуществовала где-то 5 лет. Да, цифра пятерочка. Где-то 5 лет просуществовала нормально. Но ваша любовь рухнула. Засосала, так сказать, трясина. И ваш союз, как иерофанты, либо свадьба у вас была. Это что они хотят так сказать-то иерофанту? Типа, вообще все по судьбе, они говорят. Не, вы одна остаетесь без него. Да. Ваша судьба, видите, дорогу. Ваши судьбы разошлись. Он пошел наверх, а вы внизу почему-то. Разведутся, да. Так, Лика заблокировала. Все, ребятки. Вроде бы на все вопросы я вам ответил или кому-то я что-то не ответил. Будем с вами обниматься, прощаться, целоваться. Мне еще надо в Инстаграм зайти, ответить там на платные вопросы. Тосик, я встречу нового мужчину для семьи. Тосичка, моя солнышко, ты обязательно встретишь нового мужчину для семьи, но я не вижу, что это прям будет крепкое что-то. Больше ничего я говорить в прямом эфире не буду. Есть личные вопросы, личные расклады, есть личные сеансы. В следующем году сможем ли купить квартиру Анастасия Цыганова? Видите, мы только про цыгане говорили, и Бац Цыганова. Помните, я песню пел тогда «Надежда» и «Надежда появилась». Вот видите, какой у меня дар притягивания людей. Асем тоже появилась. Вас сегодня очень много. Вы откуда ко мне пришли-то? Вас сегодня почему-то очень много новеньких. Что там, троллейбус приехал, что ли? А где эта девочка с троллейбуса? Она заболела, вышла на работу или нет? Помните, когда водитель троллейбуса, она в чате спрашивала, как сделать так, чтобы он уволился, он ей не нравился, а он хотел, чтобы она уволилась, она кондуктор, и он ее замораживал, то есть открывал двери, не топил печку, чтобы она максимально заболела, и она заболела. Представляете, такое бывает. Из Туркмении. Давайте я сейчас ее посмотрю. Анастасия Цыганова. Посмотрите, пожалуйста. Купить квартиру. Значит, там в Туркмении надо смотреть. Сейчас посмотрю в Туркмении. О, любимка пришла. Где у нас это, Таролок-то? Помогите девочкам тоже. Сейчас я отвечу Цыгановой. Так. Туркмению. Я смотрю Туркмению. Купите ли вы там квартиру? Не знаю там. Там идет... Я не вижу, что именно прям вы покупаете. Нет, ответ я не вижу, чтобы это произошло. Через кого-то. А вы... Оформление квартиры на кого планируется? Может, вообще не вас надо было смотреть? Потому что очень часто люди смотрят, а в итоге квартира на маму оформлена. И надо, по идее, смотреть маму. Потому что мне что-то подскажут, что через кого-то будет у вас. Вот напишите мне, Цыганова, о чем я спросил у вас. Я, Яша, что ты хочешь? Яша, меня так. Любимка, здравствуйте. Посмотрите, пожалуйста, будет ли примирение о любой Сергеев декабре несобмонной ковдеры. Ну вот, солнышко мое. Вот если... Вот видите, как Цыганова неправильно задала вопрос. Вот так, девочки, никогда не делайте. Она спрашивает квартиру про себя, а я вижу, что у нее квартира будет через кого-то. То есть через мужа, допустим. Я не знаю. Через маму. Ну, через кого-то. Там через мужа будет что-то. То есть она неправильно изначально задала вопрос. Ну, так как я ясновидящий, я понимаю, что я отвечаю. Идем дальше. Будет ли примирение о любви Сергея декабре? Есть возможность, но она сорвется. Я тебе вот так скажу. Любимка. Ну-ка, дайте карту кину. Примирение возможно, но она сорвется. Как хочешь, так и понимай. Вот двойка. Что это двойка? Как ее, господи, Жезлов. Ишь, двойка. Вишь, сидит одна, ожидает. Я говорю, как будто навстречу. Вишь, она оделась уже, платьюшка одела. Все, навстречу, прическу сделала. Но эта встреча сорвется. Вот видишь, фонарики горят, такой типа праздник. Но встреча сорвется. Асем. Асем. Это имя такое? Мой парень меня заблокировал. Меня месяц не общались. Любит ли меня? Ну, я не вижу, что прям это. Ближайшее время, где-то месяц, еще ты будешь по нему страдать, но в дальнейшем он тебя не будет разблокировать. Нет, никак. И пообщаться не будете тоже никак. Так, ответ лучше забудь его. Вернуть ли? Ну, в смысле, любимка, жалко. Но ничего страшного. Чего жалко-то? Жизнь не обмануть. Жизнь невозможно повернуть назад. Как пройдет? Вот Иринка, Иринка, тоже неправильно задала вопрос. Как пройдет воскресенье? Ну, как встанет и пройдет. Как оно еще пройдет? Встанет и пройдет. Петр, посмотрите, будет ли семья Ирина и Владимир? Спрашивает у нас в Инстаграме. Инстаграм. Я только сейчас увидел ваш текст, потому что я Инстаграм не читаю. Будет ли Иринка Владимир? Да, будет. Но там будет подстава и обман. То есть, это можно сделать, но там не будет чистых отношений. Я вам советую, Иринка, не забивать им голову. Там будет все равно неприятные последствия. Все. На этом будем завершать. Как пройдет воскресенье? Она пройдет? Не уверена. Ты будешь где-то в семье. Да, я у Карты спрошу. У Иринки, Иринки, как пройдет воскресенье? Воскресенье ты будешь в какой-то семье, может, к маме, к родителям поедешь. Все, что связано с семьей. Все остальное, даже домашние дела, ты поставишь на стопе. То есть, ты ничего дома делать не будешь или что такое прям на стопе. Либо еще, ну, тройка Пентакли, это как трата денег. То есть, наверное, что-то будешь тратить на семью. Но мне кажется, это куда-то ты поедешь, наверное, в гости к семье. К родителям может. Так, встретит ли Вася, это что? Я только стал читать, я все она взяла, удалила. Зоя к нам присоединилась, Полякова. Асен, я так. Стоит ли поменять место жительства? Алла говорит. Ну, в ближайшее время, то вы где-то в течение года будете об этом думать, и вы поменяете, да, ну, примерно через восемь месяцев вы точно уже будете это дело делать. Менять будете, но не скоро, через восемь месяцев. Кто-то на меня магичит, Зоя? Нет, на самом деле у вас, если особенно грудная клетка сдавливается, дышание, дыхание тяжело, на вас просто сидит всякие сущности. Я бы вам советовал почистить себя и квартиру, особенно где спальня. Я во сне беременна, и мой парень, рада я, рада, будет ли беременность? Благодарю. Это я прям как Коран прочитал сейчас. Беременность мы здесь не рассматриваем, но, скорее всего, беременность будет, будет, да, скорее всего, будет. Вот так отвечу. Все, ребятки, давайте будем прощаться, потому что шутки шутками. 222 человека просмотрелось, у меня этого достаточно на сегодня. Интересный был эфир. Сегодня мы много чего посмотрели. мне сегодня помогало, помимо всех моих любимых девушек, еще помогал вот этот, как его, таролог, никак, мирно его, никак не запомню. Все, на этом все, будем прощаться. Давайте поблагодарим, обязательно давайте благодарим. Высшие силы сегодня были с вами на связи, не забывайте, это не шутки. Обязательно делитесь, если кто-то хочет счастья в течение суток, обязательно делайте пересылку моих видео, либо этого видео эфира, либо заходите в шот и перешлите. Просто называется поделиться. Все, солнышки, не могу, у меня вот тут записи идут на косметологию, сами понимаете, перед Новым годом все хотят забивать часы. Для их, короче, идите в мой телеграм-канал, много чего узнаете. На этом все. Отдельно благодарю всех девушек, которые уже год со мной, они знают, их называть имена я не буду. Всем вам спасибо за то, что вы год со мной. Я пытался удалить тот канал, убежал от вас, а вы меня все равно нашли. Искренний вам поклон, и благодарность. До новых встреч. Все друг другу желаем удачи. Чем добрее мы будем, тем веселее пройдет завтрашний эфир. Здравстрашний эфир будет интереснее, чем сегодняшний. Там будет тема вечером точно в восемнадцать 00 по Москве. Как быть, если мне 51 в паспорте, а в душе 31? Как быть? Вот эту тему мы разобьем. До новых встреч. Пока. Буду отключать. Инстаграм отдельно вам пока. Отдельное спасибо. Пойду записывать я косметологию записи делать. Одежда мой компас земной. Алиса появилась или она была и что-то ее не видел. Алиса thank you very much see you tomorrow. Это на английском? Да, на английском. Да, это я. Что там Цыганова написала получи. и что получи-то. Что она мне там отправила? Надежда мой компа. Так, на завтра. Ты у меня красавчик. Хочешь записаться на завтра. Хорошо, Сергей. Сергей. Добрый вечер. До 20 00 свободно. А завтра что я? Блин. Блин, завтра не свободно. Сергей, добрый вечер. А другой день неинтересен? Либо чуть пораньше? Нет? В субботу например, нет? Все, отключаю. Что я не выключил эфир, что я? Ну, сижу, болтаю. Цыганова Вика, почему я спрашиваю, что у меня спрашивали, в какой стране именно я пытался, чтобы вы уточнили. Вы не уточняли, поэтому я смотрел Туркменистан, или какую вы там назвали страну. Что-то получится у вас. Вот так скажу, получится. Оставайтесь на моем канале, много чего узнаете. Либо заказывайте личные расклады. Сегодня как раз конец года надо заказывать 12 домов расклады. Каждый месяц будет рассказывать, что у вас случится. До свидания. Ушел. Ушел.